добрый день уважаемые зрители добро пожаловать обратно в terra invicta за сопротивление не могу остановиться все хочется дальше продолжать играть хотя наверно стоило бы подождать пока выйдет еще следующая серия может еще какие полезные комментарии дадут но 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 не могу я остановиться очень интересно так у нас появились контрольные точки скоро появится проект исход я не для тебя здесь защиту пробивал скоро появится еще контрольные точки так что можем себе немножко позволить расширить свое влияние здесь у нас нет претензий бышки мы уже контролируем кыргызстан и у ханой токи у нас есть претензии на японию сидит академия мне на академию нужно покинуть из подвинуть еще из тайваня это тоже интересно а лаос вот давайте вот лаоса делаем здесь протекторат сидит который нафиг никому не нужен избавиться от него будет не лишним один без тебе не от чего атаковать так что можешь исследовать действия пришельцев это ты пропаганду в лаосе делай бакс ты все еще исследуешь да надо еще исследовать окей тогда ты зачистку в лаосе проведи у тебя дополнительные вложения кат давай прокачаем твое убеждение хорошо поехали а лаос сколько стоит 5 очков отлично армии у них нет то есть теоретически можно с ними через войну опять таки все провернуть через войну получается быстрее хотя экономически я не уверен что это выгоднее запустили еще один фьюриус на меркурии кей и еще один две верфи освободилась давайте строить наши дредноуты 2 на критический успех в изучении ксеноформ альфа 8 лояльность не всегда по моему 25 у пришельцев операция общественная компания успех и еще успех проект завершён цепочку под отчетности безопасности и наполнитель они получают минус 2 во время миссии порабощения против наших контрольных точек хорошо давайте мониторинг поведения населения тоже откроем нло приземляется на землю в регионе уагадугу буркина фасо вот здесь тут сидит академия так причем это не прибрежная территория то есть мне еще до них надо как-то добраться вот чёрт так можно попробовать с великим человечеством договориться в гане но сначала нужно понять буркина фасо меня вообще пустит академия пустит так а гана и пгана пропустит отлично гана буркина фасо теперь берем наши американские продвинутые армии и отправляем их сюда 20 дней 24 19 главное чтобы меньше 30 так 4 армии я надеюсь хватит потому что насколько я помню там еще флот летит который собирается высаживать людей не людей а как раз таки не людей земля шельцы так сейчас нас апреля нельзя сортировать по дате прибытия армейский авианосец 8 июля ну вот армейский авианосец 13 июля транспорт транспорт это по моему для агентов еще один транспорт армейский авианосец а эти несут сразу по два армейских авианосца блин ну будем надеяться что четырех армии хватит мы еще попробуем агента сейчас сюда заслать когда будет наш ход а это корейская все еще движется и еще не уничтожили у еще одно приземление а в малии блин это плохо протекторат нас точно не пустит но Сразу все армии, которые... Вернее, все страны, которые подчиняются протекторату и слугам, чтобы мы потом смогли им войну объединить. Потому что если мы сейчас объявим войну Мали, мы получим штраф. Из-за того, что мы только что им объявили этот самый... Какой у них флаг-то? Зелено-желто-красный. Только сейчас объявили соперничество. Требование для Мали, чтобы объявить войну неудача. В Северной Америке через смежные районы или военно-морские силы неудача. Мали потеряет... То есть мы не можем объявить им войну. А, стоп, можем. Военные требования для Соединенных Штатов Северной Америки, чтобы объявить войну Мали-Ок. Это они нам не могут, а мы им можем. О, все, окей. Так, а Китай? Хотя Китай здесь пока занят внутренними вещами. Что берем оставшиеся армии и шлем их в этом направлении, чтобы потом быстрее они достигли точки. Так, мы договорились на проход здесь. Берег Слоновой Кости. Можем получить проход? Нет. Проект Исход не будет со мной сотрудничать. А, так. Синегамбия под инициативой. Тоже нет. А Мавритания? О, Мавритания даст проход. Хорошо. Тогда мы отправляем наши армии в Мавританию. Потом они отсюда перейдут сюда. Четыре армии. Окей. Интересно, а с Китаем они не хотят союз? Успех по зачистке Лаоса. Нет, не Вьетнам. Лаос. Давайте без войны воевать нам теперь с пришельцами надо. С Америкой мы не можем улучшить отношения. Невозможно положить конец соперничеству до 13 июня. Окей. Сейчас надо время подождать. И теперь мне нужно ждать 180 дней, чтобы заключить сначала федерацию, а потом и союз. Окей. Новый доступный проект Тихоокеанская Лига Оборон. Япония получает претензии на Петропавловск, Манила, Сува, Вена, Биак, Пхеньян, Порт-Морбсби, Владивосток, Сеулты, Дайбэй и Давао. Нет, нам не интересно. Нет, нам не интересно. Прям совсем не интересно. Мы объединяем пан-азиатский комбинат. Один без. Два процента. Давай в Мали, потому что сюда, если не получится объявить войну, вернее, если мы здесь не сможем уничтожить, то придется объявлять войну. Это сложнее. У них есть союзники, то есть нам еще и с их союзниками надо будет воевать. Австрия, Чешская Республика, Бенилюкс. Причем у них есть ядерное оружие, которое они с удовольствием используют. Ирак, Бразилия, Турция. Так. Нет, стоп. Один без. Я тебе... Вот это забыл дать. Бакс, но у тебя нет шансов. Нет. Да, у нас больше высокого командования ни у кого нет. Окей, тогда... Что мы делали? Мы взяли Лаос, и я хотел забрать Гималайские Штаты. А, стоп. У нас же вражеский агент. Совсем забыл про это. Так, Мартис, ты можешь прикрывать. Упс. Угу. Прикольно, при наведении мы получаем информацию Какие наши агенты могут выполнить здесь задания И сколько процентов успеха Оборона Комплекс космической обороны здесь построили Прикольно, молодцы Так Окей, поехали Защитить цель удачно, но это само собой Переживаю, переживаю теперь Они тоже защищают цель Бенин тога Не знаю, чем вы здесь занимаетесь Но лучше бы вот здесь чем-нибудь занялись Конечно, очень раздражает Абсолютная неадык Ксеноформа Альфа-8 убит Нехрен ходить по нашей территории Мы много узнали об инопланетях из этой операции Мы получим бонус к нашим исследованиям в области ксенологии в будущем Шанс 78, ролл 66 Молодцы Такая у нас сейчас миссия Закройте ворота А, то есть мы уже на финальном этапе Но нам нужно еще значительную часть вражеского флота уничтожить До чего нам пока еще далековато, скажем так Новый доступный проект Группа противодействия пришельцам Инопланетяне получают минус 3 при миссиях против наших контрольных точек Предоставляет следующие ресурсы 20 операций Хорошо Это хорошо Общественная компания успех Окей Еще успех Хорошо Меня больше вот это вот интересует Если он сейчас не успеет, не сможет То мы будем объявлять войну Армия завершает развертывание Окей Вторая армия А, это вы сюда прибываете Окей Я думал это в Китае там что-то происходит Операция штурм инопланетного объекта Провал Шанс 18 Ролл 84 Я не помню И вот 30 дней у них по-моему на выгрузку По-моему второй попытки мы уже не успеем совершить На всякий случай давайте повторим Сюда тоже прибывают армии Узкое место в логистике Солдаты Так, это северно-корейская армия Сталкиваются с серьезными проблемами материально-технического обеспечения На фронте Пхеньян Пхеньян здесь Тут нету У вас тут вообще нету армии По предварительным оценкам ситуация такова Что на одном театре военных действий Сосредоточено слишком много атакующих военных сил А защищенный дорог, мостов и железнодорожных узлов Недостаточно, чтобы обеспечить доставку грузов из тыловых районов на передовую Подождите, или 78-я это все-таки китайская армия А, это китайская армия, окей, все Теперь это имеет смысл Уже распространяются снимки колонн грузовиков, отставших на многие километры Которые представляют собой как заманчивую цель для воздушных сил корейский Так и большой конфуз для военных планировщиков китайский Shit happens Так, 78-я группа армии придется довольствоваться тем, что есть Минус общественное мнение сопротивления падает в Китае 78-я группа получает 30% урона от своей текущей силы Попытка грабежа поставок из региона Пхеньян Разрешено, когда разница между военными технологиями этой армии и военными технологиями текущего региона меньше 0,5 У нас намного больше, поэтому мы не можем Привлечь боевых инженеров для восстановления местных транспортных сетей Разрешено, когда ежедневный доход нашей фракции в проектах не менее двух Разрешено в регионах, не являющихся колониями Затраты 5600 денег С деньгами у нас не очень хорошо Северная... так, И-83 операции Северная Корея испытывает рост ВВП с небольшим увеличением неравенства и ущерба окружающей среде 78-я группа армий получает 15% урона от своей текущей силы Это очень много денег для нас сейчас Нет, первая опция И мы никого не клиптократим, да, наверное? Вьетнам клиптократим, но этого не хватает В Америке, по-моему, мы тоже немножко... А, мы переключились на фонды, которых нам недостаточно Давайте попробуем вот так Дополнительный модуль завершен Меркурий-Верфи-2 Боевая станция, отлично И здесь еще одна боевая станция осталась И можем еще одну обновить Или построить что-то другое здесь 120 дней 13 июня Давайте мы дождемся, когда это построится Тогда потом еще одну обновим Нападение на инопланетный объект Поехали Факс Нет, не факс Кэт Установить поли... Да, установить политику Америка Поехали Тебе надо спрятаться Один бес Попробует еще раз атаковать Пакс Так, от агента мы избавились Надо провести разведку Проверить На ксенофлору Мартис Можем саппатировать слуг Горнодобывающий комплекс колонии Экзотические гибридные системы Институт информатики Сверхпроводящие катушки Если успеем, то было бы прикольно Сорвать Ок Поехали 75% уже в Северной Корее у нас Затаился Да, ок Вроде ничего лишнего я здесь не вижу Корабль запущен Зажигалка Это Меркурий Ок Так, ну в принципе На Меркурии у нас теперь более-менее Хоть что-то есть Что там происходит-то? Вот он у меня разобрался Ну Небольшое вторжение Теперь от небольших вторжений Меркурий защищен Будем надеяться, что мы успеем построить Наши дредноуты К моменту, как Куда прибудет кто-то покрупнее Через два дня мы построим Первые дредноуты на Марсе Кстати Инопланетяне ушли с Марса Они не стали атаковать Мою станцию Это очень интересно Ок Не стали Значит не стали Так Армия завершает развертывание Ок Проект завершен Тераватный реактор деления С газовым сердечником Следующие проекты Могут быть разблокированы Фонарь деления Лодостар Это ужасный перевод Это Насколько я помню Это новый тип двигателя Причем уже такой прям Хороший двигатель Который мы Захотим использовать Тераватный реактор деления С газовым сердечником Два Может быть разблокирован И это вот нам прям нужно Потому что первый Уровень этого реактора Он не очень Экономный А вот второй Как мы уже видели Как в прошлый раз Прямо очень хорош Чем раньше мы его получим Тем лучше А ядро колонии Нам нужно разблокировать Вау Что-то я про это Совсем забыл Ок Так Что там у нас Шпионские отчеты Это не наши Республика Южный Крест Корабль запущен Йес Наш первый дредноут Нет Нет У нас скоро кончится Нам не хватит супов Ооо Я про это совсем не подумал Так, закрыть Присоединиться Закрыть Mars Thread В статистику этого флота Открыть более подробную информацию Что вот это за кнопка, которая ничего не делает? Ну, в любом случае, вот я вижу, что 7 супов подсвечивается зеленым Потому что это сокращенное количество На каждый корабль нам нужно было по 4 4 плюс 4 дают 8 И за счет того, что у нас есть флагман Мы получаем 20% скидку И меньше цупов тратится Но все равно нам нужно больше цупов Когда у нас появится Следующий уровень цупов, интересно Надо посмотреть Как он называется? Операционный центр Текущие все застроены Но когда мы откроем третий уровень поселений На планетах мы сможем построить дополнительные Деревотехнологии Так Операционный центр Да, ты ведешь Ты ведешь командный центр Он дает Так Операционный центр дает плюс 1 цуп Командный центр дает плюс 2 цупа Но тратит в 3 раза больше энергии В 2 раза больше денег Командный центр У нас доступен такой проект? Нам нужна интегрированная экономика земли и космоса И логистика флота Окей Космическая оборона онлайн Китая Так, ну мы просто добивали там проект Как приоритет, который уже был частично зафинансирован Теперь убираем У нас всего сколько? 18 регионов На каждой по 25 Земля, орбита В первую очередь будут защищены более ценные и густонаселенные регионы Космическая оборона предотвращает приземление пришельцев и ядерные удары по региону В котором она расположена И ведет ответный огонь по плотам, проводящим орбитальную бомбардировку целей в этом регионе Вот как раз таки высадку, если бы они сделали на нашей территории, я бы ничего против не имел Мне проще было бы с ними сражаться А вот орбитальные удары Ну, надо пропаганду включать побольше Ладно, окей, пока не будем Так, а здесь? Деньги пока держатся Тоже можно добить Здесь незаконченное Проект для саботажа Не успели мы тот засаботировать, который я хотел Ахоматизированный добывающий комплекс Импульсный плазмоидный привод Ну Меня вот это вот бесит 425 дельта Ви 13200 ньютонов Давайте первую выберем Корабль запущен от Вена Марс Дред У, я же не поставил строительство новых Переоборудовать Ну да, я не вижу здесь этих Адвена Ну, мы зато можем переоборудовать Привейлы, начиная со самых старых У, я же занял все верфи 48 дней 10 дней Пока у нас есть ЦУПы Давайте мы построим на Марсе еще станции Мы на какой орбите На низкой орбите А, второй уровень, точно Все время забываю Второй уровень Твердить Управлять Тут же обновляем до третьего уровня Марс ЦУП плюс защита Три Четыре 5 5 ЦУПов Минус 2 на содержание станции Даже уже минус 3 за счет третьего уровня То есть всего лишь плюс 2 мы получим с этого Но потом, когда поставили Появится третий уровень Мы обновимся Да, маловато, конечно Ну, хоть что-то Марс Дред Сколько тебе нужно, чтобы добраться, скажем, до земли? 9 недель При расходовании всего практически Дельта В 12 недель 23 июля 8 июля Не успеваем Дред ноуты уже шлют Охренеть 13 июля То есть мы не успеем их перехватить А то я думал, может быть, мы успеем прислать флот и перехватить их Но нет Какой это у нас? 133 и 155 Можем ли мы попытаться их перехватить? Так, их в этом списке пока нет Вот они Август Нет Август Нет возможно если мы им дали больше топлива они смогли бы перехватить даже больше топлива для большего дельта v чтобы они могли дольше ускоряться многие ладно пока что подождем тогда оставляем их на марсе или сразу отправить все таки 146 дней для след до следующих партий 146 70 72 пол строй 2 построим на меркурий через 70 дней на планетная армия мы еще войну не объявили нет так сначала в гане но наша армия уже здесь 4 армии и пока что они не не в полную силу бьются них пока 50 процентов и технологически мы их пока что превосходим неудачное нападение науки уже и так поняли протекторат объявляет план защит защиты человечества умиротворяя инопланетян мы получили сообщение от лидера протектората я киран бонерджи комиссар из организации известный как протекторат друзья мои сегодня мы объявляем что в ходе тайных переговоров мы достигли соглашения с инопланетными захватчиками которые избавят человечество от насилия которые они способны нам учинить но мне кажется что если они сайма взаимодействуют с инопланетянами то они бы их не стали называть захватчиками даже в обращении к землянам они согласились позволить нам управлять собой под их далекими под их далеким но бдительным оком пока человечество остается на земле они попросили протекторат обеспечить соблюдение человечеством это вообще обещание с этой целью мы построим ряд миротворческих боевых станций на низкой околоземной орбите чтобы никто не нарушил соглашение и не обрушил на всех нас ярость инопланетян я призываю народа земли поддержать наши усилия и не вмешиваться это подвергает всех нас риску невыразимой судьбы миротворческие боевые станции где-то мы это уже слышали так объявить войну мали по моему да мали объявить войну мали австрия чешская республика бенилюкс ирак бразилия турция мы попросим соединенное королевство южная корея присоединиться к нам в этой войне а соединенные штаты северной америки станет лидером альянса стопак и а китай 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 даже есть союз с китаем мы потеряем сплоченность 3 начав эту войну против сапит нового соперника учен насть это неравенство нет а сплоченность это у нас образование вот это наверное единство ну окей ладно да вообще его насколько я помню сплоченность лучше держать на пятерке при пятерке демократия и приоритет знания тянут его к среднему значению 5 автократические правительства войны и соперничество между странами где хотя бы одна из наций не является демократической а также приоритет единства увеличивают соединенные штаты америки просят своего союзника вступай присоединиться вступить в войну вьетнам вступить закрыть армии которые здесь все вместе отправляются сюда четыре дня окей земля обнаружена инопланетная армия как раз здесь мы сейчас туда прибудем и будем их атаковать штурм инопланетного объекта провал ролл 52 при шансе 8 охренеть проект завершён общая забота литы требуют меньше инвестиций в приоритет добычи в странах которые мы контролируем что снижает вероятность переворотов увеличивает наши возможности управления контрольными точками на 20 замечательно так но это мы закончили проекта не технологию здесь мы выбираем мне кажется пора изучать программы гражданской обороны уменьшение потерь в населении и ввп от ядерных ударов на 20 процентов селение ввп контрольные точки военно-технический ум прирост статус альянса если я правильно понимаю то красным вот это подсвечивается то с кем мы воюем а а вот это оранжевая тогда что соперник но не воюем видимо да да соперники ok но очень уж похожие цвета надо было как-то это все-таки как раз просто хотел посмотреть где мы еще воюем то теперь что у нас тут 90 процентов окей а вот здесь вот армия инопланетян смогла полностью они вышли полностью набрали сил надо было сразу объявлять войну и сразу отправлять сюда армии замершает развертывание уж теперь здесь намного сложнее будет с ними сражаться уже здесь то мы их не дали им спокойно развернуться и поэтому у них меньше сил а здесь они развернулись полностью и они сто процентов сто процентов 94 процента ну следующий раз будем умнее один без самое хреновое что когда инопланетяне если они захватят страну возьмут контроль и в этой стране есть армия то армия переходит под их контроль тогда нам нужно воевать из армии людской и с армией инопланетной вот этот полный блин абзац когда такое происходит к это тебе надо спрятаться акс можем украсть проекту протектор а то дыроватный 2 уровня отлично да мартисты наверно с этим справишься а факс сюда верните так это у нас кэт ок китай получает контроль над областью пхеньян корея завоевана замечательно так ты домой корейская армия которая была это на уничтожена уже что ли было 8 армии да то есть мы ее не получили под свой контроль экс от не знаю вот армии которые в странах которые мы завоевываем при завоевании страны они уничтожаются если они не были уничтожены или передаются но судя по тому что она пропала и я не помню что было сообщение об ее уничтожении видимо уничтожаются проект завершён ядро колонии обновление ядра поселения до ядра колонии открывает 8 новых слотов для модулей на базе всего 20 в дополнение к ядру и позволяет строить модули большие модули третьего уровня позволяет фракции основывать колонии разрешает строительство следующих модулей хаба ядро колонии следующие проекты могут быть разблокированы кучу модули третьего уровня замечательно так наши модные бригады проводят ремонт на 50 процентов быстрее бортовое магнитное оружие наносит на 10 процентов больше урона корабельные ракеты наносят больше урона контрольные точки скорость ремонта давайте откроем дешевую вот эту технологию потому что мы ожидаем что скоро у нас появится новый вариант это тераватный реактор и второго уровня у меня завершает развертывание окей наша трава уйда горнодобывающий комплекс колоний тоже нет сначала тераватный реактор повторить и продолжить да-да-да мочи гадов у нас один без был занят надо ему дать команду на этот самый советование в америке чтобы поднимать силу наших армий лично и тераватный второго уровня я не пойму а тем моя армия вот здесь почему здесь мы отражаемся что мы сражаем армия моя ты с кем сражаешься скажи мне пожалуйста с мали или с пришельцами глобальное исследование завершено прибытие и правительство протекторат внесли наибольший вклад и выбрали расширенное удержание водорода в качестве нового направления все старые границы стратифицирован стратифицированные линии власти были разоблачены инопланетянами как хрупкая фикция опасное время они при по-прежнему нуждаются в еде медицинской помощи и уверенности в том что их будут значимо значимо вознаграждены комиссарки норбан эрджа протекторат решения проблемы ассоциация государства юго-восточной азии здесь явно что то еще было пропущено поскольку национальные интересы и общественность все больше сближаются вокруг реакции на прибытие инопланетян а граница между землей и космосом становится размытой мы тщательно изучили методы человеческой организации с целью наилучшей организации нашей экономики и люди на макро уровне для решения большой проблемы нашего поколения опять-таки здесь что-то явно пропущено но мы не должны упускать из виду что повседневные встречи большинства людей со своим правительством остаются обыденными хотя и пронизаны беспокойством когда придет мой чек на поддержку будут ли налоги отнимать еду у моей семьи этот вооруженный человек форме сайт форме союзник препятствия или угроза в конце концов хорошее управление является результатом миллиона мелких взаимодействий между людьми которые осуществляются как минимум с определенной степенью уверенности в том что законы и политика не выполняются произвольно что если следовать правилам государства государство не не предаст их и не причинит ненужных страданий такой текст который не очень понятно ну вернее вроде смысл понятен но чему это все не очень понятно можно исследовать следующие технологии межпланетные политики проекты могут быть разблокированы глобальные амбиции и наши противники напали на нашу контрольную точку в лаосе вау а мы ее не защитили наверное да ну ничего страшного потом заберем обратно дополнительный модуль завершён боевая станция нам меркурий верфи 2 теперь мы можем обновить последнюю а еще что нам нужно сделать это обновить все наши наземные станции про что я совсем забыл на этом сейчас потратим кучу цупов на меркурий по моему насколько помню стоит дороже и так в принципе не очень дешевые минус 4 цупа сейчас минус 3 но и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, с цупами у нас сейчас будет полный швах, пока мы это не обновим и не построим новые цупы. Так, это Меркурий. Марса. А еще фишка в том, что пока мы будем обновлять вот этот до следующего уровня, то он не будет нам приносить свою пользу. Это вообще жесть. То есть мы их, если начнем обновлять все сразу, то мы такой с задницей окажемся. То есть это нам нужно будет строить новые станции, скажем, на орбите Меркурия, застраивать их и пытаться их защищать. То есть нам на орбите Меркурия нужно строить лот усиленно. Но мы, в принципе, и так этим занимались. Но нам нужно будет эти станции разные защищать, чтобы мы не пропукали свое счастье. А, стоп, это где? Меркурия, окей. Марса. А мне надо сразу строить там станции, на чём я потом не смогу это сделать из-за нехватки цупов. Вот чёрт. На Меркурии сейчас летит один флот. 41 корабль! Раз, два, три, четыре, три дредноута. Раз, два, три, три линкора. Боевой крейсер, крейсер. На Венеру тоже летят. Один корабль. Один корабль. Нет, подожди. Не помню, сколько их нужно. Три, если мы не строим защиту, а строим только цупы. Административная башня. Даёт один цуп. Офисы предназначены для увеличения экономического производства этого хаба и общей эффективности нашей фракции. Хаб может иметь только один модуль данного типа. Бонус за мощность точки управления только если хаб находится на низкой околоземной орбите. Модуль даёт 5% бонус к производству. Бонусы за мощность точки управления. Что-то я не пойму. То есть он даёт... То есть он по идее тупо меньше энергии тратит, но при этом даёт такой же бонус и ещё даёт бонус к производству. Ну вот я предполагал, что, наверное, он ограничен одной башней на станцию. Ежемесячные расходы на поддержку, один ускоритель. Вау. Ну окей, допустим. Так, металлы, газы и благородные металлы у нас есть, да? Да. Один мы в минусе. Значит нам ещё нужен один массив реакторов. То бишь 4 массива реактора нужно. Административная башня. Административный комплекс. Ага. То есть, по идее, эта башня может давать ещё контрольные точки. Но только если она находится на орбите Земли. И третий уровень даст 2 цупа и 30 точек. А второй уровень даёт 1 цуп и 12 точек. А первый узел даёт только... Первый уровень даёт только точки, не даёт цупы. Окей. То есть, это вообще клёвая штука. Нам их вокруг Земли надо натыкать, будет целую кучу. Но ускорители он требует дохренищи. С другой стороны, нам их сейчас особо тратить не на что. Но всё-таки их лучше строить на Земле, чтобы получать контрольные точки. Окей. На Марсе мы их тогда строить не будем. Но как вариант, интересно. Так. Новая станция. Все, цупы кончились. Цупы в минусе. Изменение режима в эритреи. Операция зачистка успеха в Гималайских Штатах. Окей. Там ещё вторую точку нужно будет взять. Так, вас объединить пока мы не можем, да? Нет. Пакистан предложил союз с Китаем. Если мы согласимся... Пакистан. Окей. Ничего криминального в этом я не вижу. Здесь инициатива сидит. Конечно, не самые приятные ребята, но... Окей. Давай-давай, мочи их. Так. Эдинбез. Нет, ты советуешь, но не там. Советовать тебе надо в Америке. Потому что мы американские армии сейчас используем для войны с инопланетянами. Советовать. Подтвердить. Мир, война. Кэт, ты. Гималайя. Гималайя. Там защита нужна где-то. Да, вроде пока нет. Так что... Работать. Можем еще что-то украсть. У протектората исхода и академии. Сейчас посмотрим. Горнодобывающий комплекс. Это мы уже пытаемся. Окей. У исхода... То же самое. И у академии, наверное, то же самое. Да. А, еще что-то. Компактный твердотельный реактор. Деление 5. Нет. Это нам не критично. Поэтому не будем это делать. С академией нужно будет поторговать еще. Ок. Подтвердить. И давайте на сегодня на этом прервемся. Продолжение в следующий раз.